Новые цели и новые задачи стоят перед военными в рамках внезапной проверки войск на юге России. Сегодня второй день маневров, охвачен целый военный округ. По тревоге поднят флот, мотострелки и десантники. Большой марш-бросок совершили морпехи Каспийской флотилии, которые готовятся отрабатывать защиту береговой линии. В пути подразделения Новороссийского соединения ВДВ часть маршрута, 600 десантников преодолеют по земле и часть по воздуху. Конечная цель, незнакомый им полигон. И основные задачи еще впереди. Проверки прошли силы ПВО. Самолеты разных типов должны были незаметно пройти через подконтрольную зону на сверхнизких высотах. Итоги этого теста скоро станут известны. Большая инспекция Минобороны проходит и в Центральном военном округе. Особое внимание к модернизации инфраструктуры. Глава ведомства Сергей Шойгу приехал в Тыву, где побывал на нескольких строительных объектах. В том числе в президентском кадетском училище, где достраивают новый корпус. Здание позволит принять еще более 100 учащихся. Министр, для которого Тува родной регион, пообщался с преподавателями, кадетами и осмотрел аудиторию. А ранее Сергей Шойгу проверил, как строится городок железнодорожной бригады в Хакасии. Работа идет на 72 объектах. Большая часть в завершающей стадии. Глава оборонного ведомства осмотрел казармы и столовую, где установлена новейшая электронная система. Солдаты и офицеры смогут заранее заказывать меню и получать обеды, сканируя отпечатки пальцев.